Всем привет, это Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. Добровольно ушедший на войну замглавы Госкомитета по замертости Якутии, член КПРФ Савва Михайлов внесапно нашелся в гостинице в Москве. Там его обвинил в заманивании в номер изнасилования мигранта из Южной Кореи. В конце декабря Михайлов заявлял, что временно находится в России по состоянию здоровья и обещал, что вопрос о его дальнейшей службе решится только в середине января. Как он оказался в гостинице в Измайлове, неизвестно. Само обвинение в изнасиловании называют страшной клеветой. Современные российские герои. В Нефтекамске с почестями похоронили героически погибшего на СВО солдата из ЧВК Вагнера, ранее осужденного за педофилию. В знак признательности перед краем герою выставили почетный караул из юнормейцев. Донос. Долг патриота. Против архангельской студентки Олеси Кривцовой возбудили два уголовных дела из-за антивоенных постов в соцсетях. На девушку донесли ее однокурсники. Во время ремонта танка Т-72 Белгородской области сдетонировал боеприпас. Один танк уничтожен, два других пострадали. По информации базы, пожарная ремонт технической базы начался вечером 12 января, и по предварительным причинам ЧП возникло из-за нарушений пожарной безопасности во время ремонта. Из-за пожара на одном из танков сдетонировал боеприпас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоящих неподалеку, однако их удалось спасти. Пожарные приехали на место ЧП через два часа после возгорания и потушили огонь за полчаса. Администрация губернатора Ахмао Натальи Комаровой оправдала ее слова о том, что все вдоль и при коррупции в строительстве информационной атакой на вооруженные силы РФ. В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора, то есть информационную атаку с использованием аналогичных технологий, которые сейчас применяются против вооруженных сил РФ и государственных органов страны в целом, заявили в Департаменте внешних связей администрации ХМАО. Да и вообще это новое оружие Запада, которое влезло в голову губернатору и заставило ляпнуть такую чушь. В США сбой в компьютере испортил фейерверк на 100 тысяч долларов. Световое шоу в Калифорнии должно было длиться 18 минут, но и со сбоев в компьютерной программе все фейерверки сгорели за менее чем 30 секунд. Посмотреть на ежегодное световое представление приехали тысячи людей, часами пробиравшиеся сквозь пробки. Действительно важная информация. Ученые выяснили, почему не все страдают от похмелья. Приблизительно каждый пятый человек на планете является счастливым обладателем генов, которые позволяют ему в меньшей мере страдать от традиционных симптомов похмелья, будь то головная боль, тошнота или рвота. Исследования показали, что за чашей с последствий после алкоголя отвечают три гена. САЭП Е1, АДХ1Б и ЛАДХ2. Первый отвечает за то, как организм расщепляет алкогольные соединения. Другими словами, от этого гена зависит то, как вы быстро будете перерабатывать алкоголь. Чем эффективнее ваш организм с этим справляется, тем меньше симптомов похмелья. Слаженная работа этих трех генов приводит к тому, что человек гораздо легче переносит последствия похмелья. В Подмосковье пьяная звезда разбила машину такси за отказ ее везти без детского кресла. Еб***шка семилетним ребенком вызвала такси, однако водитель отказался от заказа из-за ребенка. Разъяренная алкоголичка набросилась на мужчину и авто. В итоге разбила плафон на крыше и орала, у тебя не айфон, фу, смартфон, ты не из Москвы, ты колхозник. Спас таксиста муж дамы, который пытался под затыльниками перевезти пьянчугу в чувство. Она за мной бегает. Ну вот, собственно, все. У тебя, у тебя, у тебя давно. Тьфу, смартфон. Владимир Владимирович, мы за вас голосовали, мы вас верили, почему вы нас бросили. Жители Белгородской области начали жаловаться Путину, что живут страхи и отдуваются за всю страну. Сколько мы можем мучиться, мы вынуждены страдать за что, выделяются деньги на маткапитал, строятся школы, но нам никакой помощи. Нас никто не слышит, не обращает внимания, говорит жительница Щебекина. Они начинают что-то подозревать, но, в отличие от многих, они продолжают терпеть, скулить, плакаться и просить. Я не знаю уже, к кому обращаться. Наверное, это, скорее всего, обращение будет к нашему президенту, к Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович, мы за вас голосовали. Мы отдавали свой голос. Мы вам верили. Доверяли. Мы так больше жить не можем. Что вы смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. До скорого ролика. До скорого ролика.